Всем привет на канале Препресс. Сейчас мы познакомимся с основными функциями Adobe Illustrator, благодаря которым, плюс ваша фантазия, вы сможете создавать достойные работы за короткий промежуток времени. Итак, приступим. Открываем новый документ А4 формат. Мы будем рисовать вывеску для кофейного магазина. Рисуем линию. Обратите внимание шифтом без шифта. Шифтом это 45 градусов 90, то есть четкие заданные позиции. Изменяем наши размеры линии Windows строк. Рисуем вторую линию. Это будет у нас основой для нашего для нашей вывески. Готово. Дальше мы рисуем прямоугольник нашу вывеску. Шифтом это будет куб. Без шифта прямоугольник. Обратите внимание сохраняются линии с предыдущего значения. Я их инвертирую вовнутрь. Получаем такой квадрат. Шифтом мы пропорционально уменьшаем. Не важно сейчас это. Дальше хотим нашу вывеску сделать более прикольной. Рисуем эллипс шифтом. Это будет круг. Быстрые направляющие помогают нам четко позиционировать наш кружочек. Внизу мы добавим тоже элемент. Нажмем контур чтобы снять выделение. Нажмем букву В чтобы опять или стрелочку нажимаем. Alt мы копируем это. Так наша линия. Обратите внимание. Быстрые направляющие нам помогают поднять это вверх. Чуть-чуть увеличим. По-моему вывеска немножко большая получается. Сделано чуть меньше. Шифтом выделили. Подвинули. Теперь мы сделаем из четырех наших объектов. Один есть замечательный такой shape builder tool в иллюстраторе. Благодаря которым это все можно с Alt мы убираем лишнее. Шифтом мы добавляем. Обратите внимание это инструмент работает если оно все выделено. Дальше. По плану у нас сделать декорацию. Декорацию это можно сделать декорацию над вывеской. Берем спирал tool. С контролом можно изменять. Включаем линию чтобы можно было видно. Для экономии вашего и малого времени принцип я думаю понятен. Я это удалю и поставлю ранее нарисованные мной эти изваяния. Отправим ее на задний план. Дальше. Для того чтобы наши столбики были более-менее похожи на столбики мы сделаем радиент. Но для начала мы придадим нашей основе более-менее красивый вид. В иллюстраторе есть такая функция вид стул. Благодаря которой мы можем изменять размер нашей линии. Это мы уменьшаем, это мы увеличиваем. Пусть будет таким. Получается прикольная штука. Я такой чтобы его увеличить немножко. Да. Теперь можно приступить к градиенту. Windows Градиент или на правой панельке у вас должно быть. Выбираем начальные условия. Обратите внимание сейчас я сделал ошибку. Применил к заливке, а не к обводке. Надо применить к обводке. Обводку мы, вернее заливку удалим. К обводке применим градиент. Ползунками можем добавлять новое. Цвет черный. Серединку выставляем по середине 50. Location 50%. Есть также opacity. Прозрачность. Но в данном случае это нам не надо. Черный мы сделаем более похожим на столбик. Это у нас на переднем плане. Отправим его назад. Send to back. Применим тоже градиент к этому. Обратите внимание у нас вертикальный градиент. Мы его повернем. Это у нас такой четкий позиционированный градиент. Но для того, чтобы это исправить, мы можем на градиенте поставить apple gradient across stroke. То есть оно будет огибать, скажем так, всю эту нашу линию. Вот. Теперь оно будет более-менее красивым. Этот мы тоже на задний план. Range send to back. Чтобы не выделялось. Дальше. 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 Мы. 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 Поместим. Объект. Фотошопа. Сделаем трассировку. Инструмент. Place. Вернее инструмент. Файл. Меню. Place. Выбираем наш фон. Show preview. Показывает preview. Конвертирует линии в объекты. Или просто. Flatten layers to single image. Обратите внимание. Что в данном случае. Я. Пользуюсь такой штукой. Как файл. И делаю линк. Для чего? Для того, чтобы. Ну. В данном случае это не подходит. Но. А так вы можете потом. Менять. Это изображение. В фотошопе. Например. Фон. Edit original. Вот. Мы можем его. Изменять. Jasmine. Levels. И так далее. И оно у нас. При сохранении. Сохранится. В иллюстраторе. Принцип ясен. Нажимаем. Ctrl S. Переходим обратно. В иллюстратор. И оно хочет обновить. Yes. Все. Нас этот результат устроил. Дальше. Мы отрасируем наше изображение. Если мы. Вот у нас есть Image Trace. По умолчанию. Там стоит black and white sketches. По-моему. Не важно. Давайте попробуем. Да. Ctrl Z. Отменяем. Я рекомендую вам заходить. Image Trace. В Windows Image Trace. Нажимать такую штуку. Пресет AutoCore. Ух. Сразу пошел. Core. Тут у нас 25. Мы поставим 4. Он трассируется. Время зависит от многих параметров. Трестный результат. Expand. Теперь это у нас объекты. Это уже не картинка. Закроем этот. Меню палитры. Обратите внимание. Мы. Да. Если нажмем Ctrl H. Мы можем в реальном времени смотреть. Чтобы не мешали объекты наши. Теперь мы разберемся с нашими цветами. Допустим. Это у нас будет. Даже не так. Возьмем. Color Grid. Color Guide. Основной цвет мы сделаем. Допустим. Коричневый. Ага. Я применил на этот. На заливку. Применяем. И вот у нас есть Color. Выбираем здесь Shades. Или любая другая палитра. И добавляем наши. Save Colors as Swatches. То есть они у нас на панельке. Теперь мы можем варьироваться. В разных цветах. Так сказать. Так. Ну это все замечательно. Хорошо. Давайте сделаем. Из вот этого нашего объекта. Pattern. Или узор. Выбираем. Object. Pattern. Операция требует таких. Неплохих мощностей. Компьютера. Так. Что у нас здесь выбираем. Называем это все. Wood. Wood. Выбираем здесь. Brick by Row. Кирпичная кладка. Size. Size. To Art. И делаем смещение. Минус 10. Вообще это опытным путем. Можно играться очень долго. с этим всем. Угу. Наверное в горизонтальное смещение все таки поставлю 0. Некрасиво. На этом можно заезднуть надолго. К сожалению я не готовился к этому уроку. Поэтому. Поставляю вам. Поле для деятельности. Все. Хорош. Не хочу больше. Чтобы применить. Нажимаем дом. Где у нас появляется наш. Brick. Наш wood. Swatches. Вот он. Wood. Применяем к нашему. К нашей вывеске. Пусть будет так. И так. Продолжим дальше. Я думаю. С вами поиграетесь. С качеством структуры. Потом как нибудь покажу. Ну не важно. В принципе это. И так понятно. Теперь давайте настроим. Цвета. Нашего. Нашей вывески. Выбираем меню. Edit. Edit Colors. И можем. Выбрать. Just Color Balance. Мы добавляем. Preview. Можем включить. Допустим. Сюда. 80. Добавим. Имажент его. 50. Пусть будет 80. Жесть конечно. Ну так прикольно. Пусть будет таким. Да. Не возражает. Опять же. Поле для деятельности. Ваша. Нажимаем. Окей. Для того чтобы. Сбросить все настройки интерфейса. Workspace. Reset Essentials. То есть. Все настройки наши сбросились. Для того чтобы начинали. Грубо говоря не путались. Начинали. Продолжали дальше. Создание форматирования текста. Добавим на наш текст. Название. Назовем его кофе. Кофей. Неправильно. Неважно. Шифтом. Увеличиваем. Помещаем на наш. Объект. Выбираем шрифт. У меня шрифтов много. В иллюстраторе прикольная штука. Русские шрифты показываются. Это все английские. Или трутайповские. Их выловить русские. Очень сложно. И когда мы переходим вниз. Китайский. Корейский. Японский. И вот уже идет наш. На русском языке. Кофе. Пусть будет так. Выбираем Color. Например. Какой-нибудь такой. Да. У нас есть Color Guide. Color Guide. Свотчис. Это у нас будет главный свотчис. Наши Shadows. Мы выбираем самое светлое. Чтобы было в одной цветовой гамме. Примерно это будет так. Добавим какой-нибудь. Текст. Лучшая. Кофейня. Лучшая кофейня. Выберем другой. Shift. Какой-нибудь построже. Потому что при печати оно будет. Совершенно другим. Вот. Лучшая кофейня. Поместим здесь. Выберем какой-нибудь другой цвет. Нужен даже белый взять. Лучшая кофейня. Да. Пусть будет пока так. Там дальше будут смотреть. Так. Этот нам объект уже не нужен. Очень хочется добавить вниз. Расписание работы. И тут нам помогут. Еще раз. Прямоугольничек. И работа с кистями. Нарисовали прямоугольник. Для того чтобы. Прямоугольник. Мы. В нем. Писали. Нажимаем. Так вот. Draw inside. Рисуем внутри. Снимаем выделение. Выбираем кисточку. Выбираем. Наш цвет. Это у нас. Как вы помните. Основной. Ну так. Нам же кисть нужна. Значит. Stroke. Color weight. И допустим. Выберем вот этот цвет. Из кистей. Выберем. Моп. И рисуем. То есть. Оно рисует внутри. Можем выбрать. Опять же. Другой цвет какой-нибудь. Это придание рельефности. Отжимаем. Плавишу. Двойной. Эвакуацией. У нас получается. Такой. Прикольный. Объект. Если мы хотим. Опять же. В нем что-нибудь. Нарисовать. То уже приходится. Придется в него. Заходить. Под. Клиппинг. Групп. Получается. Не важно. Нарисуем. Здесь. Напишем. Время работы. С 9. 0. До 23. 0. 0. Обратите внимание. У нас есть такая. Дефиска. Многие не любят. Дефиски. Зайдем. Тайв. Эклипс. У нас. У нас. Открывается. Наш шрифт. Выбираем. Терешку. Закроем. Транформации. Мы. Добавляем. Делаем. Цвет. Дима цвет. Windows Color. Белым. Так. Основу мы сделали. Теперь. Давайте. Наведем. Красоту. На. 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 С Rubber. Это можно сделать. При помощи. Меню. Оперенс. Например. Добавим. Ню. Строк. Выберем цвет. Белый. Затем. Мы можем его. Сдвинуть. Вовнутрь. Добавляем. Нmodern эффект. Нашему. Offset Pass. например минус 3 приведем вот у нас получилась такую внутрь линия окей здесь же мы можем изменять толщину линии допустим пойдет такое выберем цвет нашей линии затем наш фил добавим к нему какой-нибудь эффект например inner glow выберем темный цвет выбирается таким образом также можем увеличивать прозрачность и увеличивать размытие вовнутрь есть возможность центр есть может быть ну и я думаю прикольно будет смотреть нажимаем ok так чтобы еще сделать давайте добавим какой-нибудь цвет цвет линии кстати пускаем ниже чарактер добавляем как выравниваем выделяем объект нажимаем на объект выравнив посередине то же самое лучшее кофейня подвинем ниже добавим тоже строк допустим выберу вот этот цвет опускаем ниже чарактер выбираем нажимаем 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 на строк добавляем эффект например сталайс но это будет на только на линию поэтому лучше эффект сталайс дроп шедовс превью окей для того чтобы применить этот эффект заново это дроп шаду ну в принципе уже красивее не получается правда но наша вывеска не может просто так висеть на висеть в воздухе поэтому мы дорисуем цепь рисуем эллипс рекомендую выставлять ровное какое-то значение допустим 6 миллиметров увеличим два пункта я думаю достаточно извиняюсь выбираем линию дойдет до интерселект зелененьким подкрашивается можем отпускать выровняем наш главный посерединке можем чуть-чуть увеличить смысл данной операции в чем давайте покрасим все таки в черный цвет можем узнать через пипетку таким же такой же обводкой нашей линии итак возьмем делаем dashed line круглые и обратите внимание размеру на 6 миллиметров линия должна быть в два раза больше то есть 12 миллиметров тогда оно будет красиво перехватываем и перемещаем отправляем это все на задний план у нас получается вывеска что еще можно сделать в принципе более-менее готово давайте выровняем все выделяем элементы ctrl-g группируем ctrl-g выравниваем наши цепи посерединке потом можем опять загруппировать выровняем по нашей основе только не так вот выровняем да но я бы еще что-нибудь добавил вовнутрь например например кусочки шоколада как бы нам сделать это выбираем перспективу выбираем квадратик раз квадратик выбор этой линии извиняюсь это у нас вниз будет это бок будет и верхушка готовый квадратик покрасим его коричневым цветом цвет шоколада конечно я не претендую на красоту но я думаю вам будет понятно закроем чтобы нам не мешало ну я не знаю в принципе все основные инструменты мы рассмотрели текст рассмотрели выравнивая рассмотрели градиенты рассмотрели браш рассмотрели эффекты appearance рассмотрели тени рассмотрели в принципе это этого набора инструментов достаточно для создания нормальных вещей я не претендую на красоту простите меня Я надеюсь, что этот урок вам поможет Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы Ну, как обычно, короче Всем пока, до новых встреч